Теорема Паули – фундаментальная теорема квантовой теории и поля, устанавливающая связь трансформационных свойств классических полей и методов его квантования. Первые сформулированы и доказаны Вольфгангом Паули в статье «Связь между спином и статистикой», поступившей 19 августа 1940 года в редакцию Physical Review. Теорема о связи спина со статистикой является одним из наиболее важных следствий специальной теории относительности. Формулировка – формулировка теоремы Паули. Классические поля, описывающие частицы с целым спином, квантуются по Бозе и Эйнштейну, а классические поля, описывающие частицы с полуцелым спином, квантуются по ферме Дераку. Фактически это означает, что фермионы, то есть частицы с полуцелым спином антисимметричны, то есть при перестановке двух частиц состояние всей системы меняет знак, а частицы с целым спином симметричны средства доказательства. Для доказательства теоремы о связи спина со статистикой используются два постулата квантовой теории поля. Оператор назначенной функции двух квантовых наблюдаемых, относящихся к различным пространственно-временным точкам, разделенным пространственно-подобным интервалом, коммутирует энергия квантовой полевой системы положительно определена. Для доказательства теоремы важна локальность квантовой теории поля. Теорема Паули была доказана для идеализированного случая свободных классических полей. Для взаимодействующих полей утверждение аналогичной теореме Паули было доказано в рамках так называемой аксиоматической квантовой теории поля. Теорема Паули может быть доказана с использованием теоремы Вайнберга о связи полей с частицами. Вследствие из теоремы Паули вытекает вид перестановочных соотношений между операторами рождения и уничтожения частиц. Бозонные операторы должны связаны отношениями коммутации, фермионы и антикоммутации. Из теоремы Паули следует принцип запрета Паули и нерелятивистской квантовой механики о невозможности нахождения двух невзаимодействующих фермионов в одном и том же квантовом состоянии.